А можно еще на всякий случай шапочку одеть, чтобы совсем не заболеть. И если мы не добежим, то мы опоздаем. Это такое счастье. И ради этого в Таиланд можно сказать и ездить. Хватит снегоходов, хватит экстремальной всякой ерунды. Пора семьей заняться. Витаминки. Ну-ка, не дерись. А у нас коровы в России. У каждого региона своя специфика. Свинюшки. Да, настоящие костики-то. Что за времена настали? Only cash. Джам, попробуй еще раз. Почти. Опа! И по левой стороне, конечно же. Друзья, не забывайте об этом в Таиланде. Ну что, вот мы и в Таиланде. Привет! Базапар и взял билет билет с другого аэропорта, поэтому мы садимся на шаттлбасс и едем в другой аэропорт. У нас здесь всего лишь два часа, чтобы успеть. Это попуск-попуск. Так при дискотеке. О, подожди, а у меня где? А, у меня вот. Да, я думаю, они сейчас реально офигеют. Там такой просто дубак. У-ху-ху! У нас есть зимние куртки до стола. Примерно так. Потому что здесь реально холодно. Даша одела с ликой вообще зимней курточкой. А Джеку, Джема у нас в бадике. А можно еще на всякий случай шапочку надеть, чтобы совсем не заболеть. Вот это наш маршрут. Бангкока в другой аэропорт. У нас есть один час на дорогу, а у нас с 16.30 уже заканчивается регистрация. Соответственно, у нас будет минут 10-15, чтобы добежать. И если мы не добежим, то мы опоздаем. Я уже думал, что это какая-то карма опаздывать на самолет. Но мы успели. Как раз идет уже посадка. Но я думаю, 5-10 минут, и мы могли бы опоздать. Мы успели? Мы на месте, на Пхукете. Сейчас в Кондик наш едем. Мы берем вот такой тариф. 30 дней, 900 бат. Интернет. Unlimited. Безлимитный. 4G. А у нас все четко. Мы едем на Мазде 3, который мы арендовали у нашего друга тайского. Поэтому шагаем в отельчик. Ну и завтра у нас один день на Пхукете. Расслабона. Первый день в Таиланде. Конечно, грех не купить побольше манго. И в общем, Тайско Лотос мы идем как всегда. Все, конечно, немножко подуставшие, на нервах. Но в целом нормально. Конечно, сразу же чувствуется новогоднее настроение. Девочки накручивают километры вокруг обжорных рядов. И не могут решить, что же они хотят поесть. Даша говорит, что она подстроится под нас. А я говорю, а я подстроюсь под вас. И мы ходим вокруг и не можем выбрать еды. Вот нашли более-менее европейскую еду. Лика, отстань. Первым делом я сразу бегу делать манговый джуз. Потому что это наша любимая... Короче, мы любим эту тему очень сильно. Это такое счастье. Я ради этого в Таиланд, можно сказать, и езжу. Вот наш набор на сегодняшний день. А, вот это мюсли... Подожди, а где мюсли? А, вот. Вот это мюсли прикольное. Мы его всегда берем. Очень вкусно и с йогуртом на завтрак. Джема сказала, что так мало заказал фреши? Сколько ты еще заказала? Три. Три? Того пять. А тем самым временем здесь была готова еда. Это что? Очень вкусная. Вы что, уже поели, что ли? Да. Ну что, в этот раз мы живем в кондоминиуме без всяких понтов. Это стоит 30 тысяч рублей в месяц. Живешь в обычной квартире. По-моему, там в районе 45-50 квадратов. И есть преддомовая территория. Смотрите, есть клевый бассейн. Лика, как тебе бассейн? Ей нравится. И вот так. Ты смотри, не упади. И есть вот такие корпуса. Есть даже фитнес-рум. Я здесь утром уже хожу. Кстати, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк. За этот месяц я вам расскажу о Таиланде. О Малайзии и о Сингапуре. Пошагали. Это отдых с семьей. Хватит снегоходов. Хватит экстремальной всякой ерунды. Пора семьей заняться. Вот такие дорожки, на которых я утром уже сегодня ходил. Ну, я считаю, что 30 тысяч рублей в месяц. Это очень даже ухоженная территория. И кайфовая. Ладно, пора в океанариум. Поехали на нашей МАЗ-Детройке, которую мы арендовали. Кстати, она мне не понравилась. И поменяем ее на Тойоту Королу. Но это будет после Сингапура и Малайзии. Ну что, мы в тачке. МАЗ-Детройка, как я и сказал. Тайское радио. Даша раздает таблетки. Витаминки. Ну-ка, не дерись. В Таиланде очень много таких Ford'ов Ranger. Очень мне нравятся. Они всегда в тюнинге прикольные. Смотрите. Вообще кайф. Для джиповодов и кунговодов офигенная тачка. Ха-ха, ребята, в Таиланде гуси. Гуси, лебеди, ура! А у нас коровы в России. Ха-ха-ха. У каждого региона своя специфика. У коровы, ту-ту-ту. Джамма тут заметила еще кое-что. Свинюшки. Дядя ругается, говорит, поезжайте. Вкратце, пока за рулем приведу цифры. Номер за месяц стоит 30 тысяч рублей. Автомобиль за месяц стоит 25. Итого 55 тысяч рублей. То есть за 100-150 тысяч рублей вот так можно в Таиланде отдыхать месяц. Просто жить, кайфовать. Ничего не делая, мы это и будем делать. И посмотрим, получится у нас это или нет. Мы приехали в Бакеонариум. А куда мы приехали? В Бакеонариум. Папа, пошли. Первый день у нас такой разгрузочный. Самое главное не сгореть. Я не знаю, правда, кит это или нет. А, ну да, сверху показано, кит. Настоящий вообще, нет? Да, настоящий Костя Кита. Везде, черт побери, OnlyCash. А, здесь вот, 108 сантиметров. Я даже не знаю, Ликин рост. Спасибо. Ну все, шагаем. За времена настали OnlyCash. Мастеркард не принимает нигде. Похоже на рыбу. Кежич. В общем, в Камчатке забыл, как называется. Что такое? Ой, это кто? Мурена. Страшно? Лик, страшно? Как зомби. Даша заметила, что у некоторых рыб есть видеонаблюдение. Интересно, почему? Чем эта рыба отличается от вот этой рыбы? Написано, потрогай меня. Ахахаха. Ну что? Подрогал, что дальше? Что за бред? Девчонки сильно испугались Мурены. А у меня фотография есть, где я рядом с Муреной в 10-20 сантиметрах. Вот, допустим. Посмотрите на нее. А вот уже начинаются посерьезнее особи. Акулы. Как я понимаю, это небольшие, но я не знаю, опасные или нет. Вон, девчонки, уже спустились вниз. Какой мультик без конька морского. А на самом деле он такой маленький. Это зловещая комната мумии и рыб. Олег, что за рыба? Жирная рыба. Жирная рыба? Ничего себе. И она съедобная? Нет. Нет? Нет. Мне кажется, их на 100 лет хватит. И как всегда, грамотный маркетинг. Ты выходишь. А здесь игрушки. И мимо не пройти. Вот такой маркетинг. Да, да. Это папа, который за все платит. Красный злой с выпученными глазами. Что вам? Еще чего-то купить? Опять купить? Опять покупочки? Набрали в первый день уже каких-то розовых дельфинов. Придумали какую-то историю. Мама дельфин. Дочка дельфин. Джамма приобрела себе молодого человека. Нового. Спасибо, папа. Давай, опрой. Дай попробую. А, почти. Дай, подожди. О, джамма, ест. Дай, я попробую. Доклад. Дай, попробую еще раз. Почти. Опа. Шака. Тем временем, к нам что-то подъехала полиция. На деньги играем. А что, папа, если сейчас выклю, ты мне дашь пару денег. Опа. Давай денежки. А здесь у нас фуникулерчик на одном отеле. Дашь садись быстрее. А вон за руль можно сесть. И рулить. Такие тут прикольные уклончики. Я всегда едешь и думаешь, блин, если тачка не заедет. Ну и как вы понимаете, если мы наверху, то сейчас будет резкий спуск вниз. Все время на тормозор. И по левой стороне, конечно же. Друзья, не забывайте об этом в Таиланде. Так, мы приехали на заправку. Нам надо 92-й бензин. 10 литр. А, ну так вот, 2,7. Все, и здесь они любят только кэш. Bye. Давай. Все, короче, устали. Первый день. Перенасыщенные. Перенасыщенные впечатления. В смысле-ка, тут испытываем удачу. Ну, видишь, далеко ехать. Далеко ехать. Поближе пробуй. Вот оранжевые вот эти пробуй. О, а вот сейчас-то можно их и взять. Так, давай оранжевые. А я оранжевые хочу. В рунишке. Все, последний раз же, Блик. У нас последняя монетка. Пожалуйста, возьми. Прошу тебя. Чуть-чуть подальше. Вот так? Да. Папа, иди рассчитывай. Пожалуйста. О, вот так выглядит школьная одежда тайского школьника. По-равному она выглядит. Рядом со школой стоит магазин Супер Чип. Там всегда цены дешевле, чем 7L1. И как раз, ну, наверное, поэтому стоит рядом со школой. Блин, в Супер Чипе есть манго за 63. Желтая. Что-то в этом Супер Чипе выбор больше, чем в Теско Лотос. Может быть, он и не такой дешевый, но выбор тут прям огромный. Нужно заехать и купить всякой штуки. Даша, вот нам кукуругу можно взять, дома варить. Ой, тут такая вкуснятина для пива. Даша, вот эти креветки обязательно возьми. Чем? Есть полосатики, как в России. А чем взять? А чем, я не знаю, чем. А, вот так. Здесь так делают. Подожди, а попробуй, вот это просто, это с чесноком. Попробуй, может, каких-то больше. Просто берешь и пробуешь. Блин, как это вкусно. Да? Молодец. Припарковался я, конечно, как попало. Ну, а что делать? Вариков особо не было. Ребята, ну, а для всех, кто участвует в моем конкурсе на плата по Тарана, я вам оставляю зашифровку слово «Свобода». Все условия конкурса в описании ниже. Поэтому, ребята, участвуем в конкурсе и едем со мной бесплатно из любой точки России на плата по Тараны. Пошагали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok